Добрый день, уважаемые коллеги! В первую очередь мы благодарим вас за участие в нашем брифинге и, пожалуйста, я передаю вам слово. В первую очередь мы благодарим вас за участие в нашем брифинге. В первую очередь мы благодарим вас за участие в нашем брифинге. В первую очередь мы благодарим вас за участие в нашем брифинге. Если мы не примем срочные меры по диверсификации экономики, то мы обречем регион на большие проблемы. Поэтому индустриальная инновационная программа, объявленная президентом, это для нас единственный путь изменения структуры и развития региона. В первую очередь мы благодарим вас за участие в нашем брифинге. В первую очередь мы благодарим вас за участие в нашем брифинге. Он введен, утилизирует старые автомобильные покрышки, производит трубки под почву нарушения. А мы хотим очень серьезно заниматься капельным нарушением в регионе, а также инновационную продукцию, не имеющую аналога в нашей стране, это активную резиновую крошку, которая при добавлении дорожным битумам придает ему свойства резины, что повышает эксплуатационные свойства асфальта. Тем более, вы знаете, мы в преддверии больших проектов по строительству автомобильных дорог, об этом было сказано во время выступления главы государства при представлении нового Акима города Астаны, в том, что программа «Нарлужок» будет предусматривать выделение значительных средств, в том числе и из нацфонда, по развитию дорожного строительства. При этом производство полностью соответствует принципам зеленой экономики. Недавно мы ввели в эксплуатацию завод по производству еще и в Нашилийском районе, завершилась реализация проекта по модернизации производства пищевой и технической соли на акционерном обществе «Уралтус». Там объем производства вырос почти в два раза. Недавно мы проводили инвестиционный форум вместе с коллегами из Евразийской экономической комиссии, как нам работают в условиях Евразийской экономической союзи. Вот это был главным вопросом на инвестиционном форуме. И вот мы уже видим, что продукция «Уралтуса» это востребовано, и я думаю, здесь мы имеем большие перспективы. Начался выпуск пробной продукции на заводе по производству известий. До конца года в декабре месяце будут введены два проекта. Это производство комикормов и первое фармацевтическое предприятие по переработке салаткового корня. Кроме того, до конца текущего года также запланирован реализация семи инвестиционного проекта. Соймысу более 2,5 миллиарды тенге. Процессы работы и другие проекты, которые не вошли в карту индустриализации, но которым мы оказываем полную поддержку. Сонгы 2 жылка тарынан күрштен молу анималты кележатырмыз. Ауын Ақсы халдары кейінгі жерма жылда мұндай жадайдын болмаған айтыватыр. Казақтар түйерінан тамшы тердеген қалтын даналығы бар. Бұл ең алдымен ерте көптемінен қара күзгіден тұнысы тердегі жүрген Сырелінің дихандарының ең бегінің нәтижесі. Ал сол ауынды қасыпайлық қазақтанда өңділеттің күрштің 90%-ың қамбаға құйы отыр. Бұл ұбыслыншы әргектарның елді сенттердің өнім алдық. Бұл рекордтық өнім ғоғысымыздың тарихында бұндай өнімге бірінші рет жетіп отырмыз. Мемлекет елбасының тарсырмасын сөйкес агробизнесы 2020 бадырламасы арқылы ауыншырауыз саласын нақты көмек беріп отыр. Сонымен ғатар жердеде кешені шараларды қол қалдық. Қобылсы бөджеттен де тезі қаржылар қолда бөлініп жатыр. Әсіресіне субсидия өттетуге, субсидия мәселесіне осында жүйелі жұмыстың арқасында диханда жаңадан техникалар сатып алыбатыр. Күріштің экспортық әлі өтін өрі өсігі тезі шаралар қалдық. Әсіресің ұнан әресі федерасиясының Қрысандар Аймағында бұрынғы кезіндегі кенісіудаңда ғылым әзерте үйінстүйін сонда солардың жеттіктерін пайдалану жатырмыз. Байқонғыр әлі метрі қасғайлы корпорациясы арқылы ауынша рауашлық өңбіріну өндірушіліге үлкен қолды өжасалуды. Продолжение следует... 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 В прошлом году мы решили вопрос, исключили трехсменное обучение в школах области. В этом году мы строим половину школ взамен аварийных. У нас 25 аварийных школ, в этом году мы строим 12 школ. В следующем году, если доходная часть бюджета позволит, решим в следующем году. Если нет, то по крайней мере в первом полугодии 2016 года, я думаю, проблем по аварийным школам тоже решим. Продолжение следует... 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 Думаю, вы с этим согласитесь. Из этого мы и сходим. К сожалению, город Казахстан – это единственный областной центр в Казахстане, где пока нет горячего водоснабжения. В целях решения этого вопроса мы уже сейчас завершаем разработку необходимой проектной документации, но в качестве пилотного уже подключили к горячему водоснабжению несколько многоэтажных жилых домов. Живем в 21 веке, проблемы с горячим водоснабжением на областном центре, стыдно признаться, но что есть, то есть. Кроме того, население города пьет не очень хорошую воду из открытых источников, тогда под самим городом находится целое море чистейшей питьевой воды к Сложерманскому месторождению. Ну, вы знаете, мы находимся на низовьях Сырдарей, поэтому пока через Узбекистан, через хлопковые поля, пестицидами, гербицидами вот этот весь компот к нам придет, мы его пока переработаем, поэтому по качеству воды, конечно, серьезные нарекания со стороны органов здравоохранения, поэтому переход на вот это к Сложерманскому месторождению является для нас крайне важным. В этой связи могу напомнить слова известного микробиолога Луи Пастера, который как-то, оказывается, сказал, чистая питьевая вода – это залог здоровья, точно как же не очищенный залог 85% болезни. Трудно не согласиться. Мы смотрели по всем налогам заболеваний, по которым распространено в нашей области и в городе Козловде. Когда смотришь, все, конечно же, в первую очередь связано с проблемами экологии, в первую очередь с некачественной водой. Поэтому мы разработали проект, за два года уже пробурили и запустили почти половину скважин, должно быть 85 скважин, 38 уже работают, из которых в системе городского водопровода уже поступает качественная вода. В ближайший год-полтора мы должны полностью закончить эту работу и перейти на подземные водоснабжения. Ведем активное строительство водопровода из сельских населенных пунктов. Здесь хорошо работает программа Ахбулак. С результатами на сегодняшний день более 70% сельских населенных пунктов обеспечены централизованной чистой питьевой воды. В них проживает, для сведения, хочу сказать, 95% населения. Вот по Ахбулаку мы впереди всей планеты. За 13-14 годы построены водопроводы в 14 населенных пунктах, где проживают 32 тысячи жителей. Понятно, что бюджетных денег, как всегда, не хватает. Особенно сегодняшний условие снижения цен на нефть и на экспортную продукцию, горную металлургическую, горную для Казахстана товар. Поэтому мы, конечно же, сейчас делаем акцент на привлечении средств международных финансовых институтов, в том числе Европейская банка реконструкции и развития. В частности, на модернизацию систем водоснабжения, водоотведения, электро- и теплоснабжения областного центра прорабатывается также вопрос финансирования модернизации ТЭЦ. У нас тоже только почти более половины электроэнергии мы получаем из Экибасуза и из Тараза, а там плечо, видите, какое огромное, накладывается на себестоимость, а это на себестоимость продукции. И отсюда наши продукции не конкурентны не по качеству, а просто по стоимости, из-за того, что такое длинное плечо накладывается на себестоимость производимой промышленной продукции. Казлардинская распределительная электросетовая компания, по сути, также была банкротом, успешно сейчас прошла процедура оздоровления. Это позволило начать также работу по привлечению на ее развитие ресурсов Европейского банка реконструкции и развития. На днях мы планируем подписать с банком кредитное соглашение по всем этим проектам. И еще одно предварительное соглашение на, наверное, понедельник, на строительство завода по переработке твердобытовых отходов. Наряду с этим ведется реализация проекта с Европейским банком по организации движения общественного транспорта в областном центре, в рамках которого для города закупаются 120 современных автобусов на экологически чистом топливе. 20 уже работают, 100 до конца года придут. Часть из них уже обслуживает население города. Также обсуждается проект сейчас по освещению областного центра с применением самосовременных энергозабирающих технологий. В качестве примера, уважаемые журналисты, только с Европейским банком реконструкции и развития в совместной работе находятся 8 проектов общей стоимости 60 миллиардов тенге. Недавно до борового заседания Совета иностранных инвесторов президент банка господин Сума Чакарабарти побывал у нас в Казарде. Он одобрил все эти 8 проектов. Есть еще один проект, жанроздрильник по нефтегазоводству, 9 проектов по Казарде. С Европейским банком мы работаем. Важной частью развития жизненнообеспечающей инфраструктуры является газификация населенных пунктов, поскольку практически все сельские жители топят свои дома углем и саксоволом. Учитывая, что теперь область имеет доступ к магистральному газопроводу, вот Беню, Базой, Шимкент, мы совместно акционировали Кострансгаза и МАК, уже приступили к строительству необходимой инфраструктуры во всех районных центрах. И в 2015 году думаем начать подавать газ уже населению предприятиям. Рассчитываем, что по этому программе совместно в 2017 году головой топлива дойдет до 70% населения. На первый этап реализации уже предусмотрено 23 миллиарда тенге. Но большинство этих денег сейчас уже ушло на заказ автоматических газораспределительных станций. Аральск, Айтик-Киби, Байконур, Щиэле, Жанакурган. Это самое главное, это большое оборудование, автоматические газораспределительные станции, уже заказы размещения на заводах, в следующем году уже начнем монтировать их. Тем самым мы решаем такие проблемы, которые ежедневно затравят жизнь каждого человека и является социальной инфраструктурой. Байкасаныздар, баяндамада, унырмызды, көзекты, екемеселия, арал проблемасы, байконурдын, даму туралы, миналисус, коган жоқмын. Уткен, бұл жөнде, сіздердің сауыл қойатындарыңызға сейінді мін. Кортагелгін даймақтын болашағы зор өкенін айткен келет. Себебі, елбасының айтқанды, алаштың анасы саналатын сіреліне, елбасы ерекшы қамкорлық, жасавотор, еңбасы қызғырдал, айрбразымат туган жырын көркөюшн, айымбай еңбейтүген етта. Недавно, в прошлом году, как приступил к должности Акима, я получил один такое интересное сообщение на свой сайт. Там студент Евразийского университета написал, говорит, я чуть не подрался со своими однокашниками, они, говорит, назвали не кызларды, а кызлардыра. Ирдабай вместе, тыгер учез, хорошо, а мы будем хорошо работать. Постараемся, это вопрос решить. А брақ, бұның бәрінде, еңкегеңін еңсесің ембек көтереттейді, сондықтан барлық ма селен шешым табуға болад, теккан Аимбай ембек етеміз, елбасын берген тапсырмалыны сайкес, жерлікті атқару бейлік, осы жерлестеріңізге арха сүйотра, бірге бұсында жерлестеріңізге бөлем. Рахмет сұрақтарыңызға даймыз. Бұл қазақтарыңызға қазақтарыңызға қазақтарыңыз. Бұл қазақтарыңызға 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 қазақтары Дарья Назарбаева 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 Дарья Назарбаев 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...